Слово Божие Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в Евангелии от Матфея, 24 главе, описана притча, о которой Иисус Христос сказал, о талантах, о талантах. И давайте мы с вами откроем это место. Евангелие от Матфея, 25 глава. Евангелие, таланты своим слугам, прежде чем, когда он пошел путешествовать и дела свои совершать. Он даровал эти таланты, чтобы они размножали эти таланты, чтобы они приобретали другие таланты. Давайте с вами будем читать Евангелие от Матфея, 25 глава. Написано в этой притче. Эта притча так начинается. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. И вот смотрите, трое из рабов получили таланты. Один из них получил пять талантов, второй получил две таланта, один получил один талант. Здесь написано по его силе. Каждому по его силе. И что сделали эти люди, которые получили таланты? Читаем с вами. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. В этой притче, когда мы читаем, одна вещь становится непонятной. Почему так? Человек, который получил пять талантов, казалось бы, столько возможностей, можно и не успеть столько возможностей использовать. Во-первых, давайте мы с вами поймем одну вещь. Что такое талант в Библии? Талант, здесь говорится о талантах, здесь говорится о серебре, о сокровище, о средствах, говорится, возможностях, которые дается Богом. И вот человек, получивший пять талантов, казалось бы, он, может быть, именно первый, получивший больше таланта, мог бы не успеть, но он успевает и приобретает пять талантов за время отсутствия своего господина. Он эти пять талантов начинает употреблять и усовершенствовать. И эти пять талантов приносит еще других пять талантов. И точно так же, получивший два таланта, также начинает преуспевать. И он эти два таланта употребляет два таланта, использует эти два таланты, размножает эти таланты. Два таланта. А вот получивший один талант, ничего не делает. Написано о том, что он пошел и закопал этот один талант. Как это понять? Казалось бы, один талант мог бы человек использовать, пустить в оборот, размножить, думать об этом, размышлять, развивать этот талант. Но он не делает этого. Он идет и закапывает талант. Через какое-то время, определенное время, приходит господин. И давайте почитаем мы с вами. В этой притче мы читаем с вами. «Подолго времени приходит господин рабов тех и требует от них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». «Господин сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». И вот третий, получивший один талант, подходит к господину и отвечает, «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл, талант твой в земле, вот тебе твое». И в этой притче господин был удивлен. И вот как отвечает господин. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Дорогие друзья, дорогие друзья, двое, получившие таланты, пронесли еще таланты, получившие пять талантов, две, две. А один, он принес тот талант, который он получил. Во время отсутствия господина, что сделал он с талантом? Он не дал торгующим, не пустил в оборот, не развивал, он просто закопал его временно в земле. Эта притча говорит нам о том, что произойдет перед пришествием Иисуса Христа, что Господь нам дает возможности, Господь нам дает возможности, чтобы мы совершали служение, чтобы мы употребляли те таланты, которые Господь дает. Сегодня это таланты, которыми Господь нас наделяет. Это средства, это деньги, это способности, это знания, это те возможности, которые Господь нам дает. перед пришествием Иисуса Христа Господь наделяет каждого из нас талантами. Дорогие друзья, согласитесь, что каждый из нас, каждый брат, сестра в нашей церкви имеет определенные таланты. Кто-то имеет талант говорить слово, кто-то имеет талант дары проповедовать, кто-то умеет совершать служение в детском служении, в музыкальном служении. Господь наделяет братьев и сестер талантом, дарами прославлять Господа, голосами славить, совершать служение, в пении. Многими талантами, дарами Господь нас наделяет. И вот, как мы их, эти таланты, развиваем. Готовы ли мы еще приобретать таланты, когда Господь нас наделяет талантами? Кому-то дает Господь пять талантов, кому-то Господь дает две таланта, кому-то Господь дает один талант. Дорогие братья и сестры, Господь желает наделить нас многими талантами, Господь желает наделить дарами для созидания своей Церкви. Сегодня в Церкви нашей нужны посвященные, талантливые, любящие Бога люди, которые бы могли совершать служение от чистого сердца, открытым сердцем славить и нести весь Евангелие. Что мешает нам развивать наши таланты? Как сказано было об этом человеке, об этом рабе третьем, именно что ему мешало? Это лукавство и лень. Именно лукавство и лень нам дает, предлагает сатана. Мы должны отказаться от этого. Мы должны принять Духа Святого и развивать те таланты, те дары, которыми Господь нас наделяет. Дорогие братья и сестры, давайте поговорим о человеке, который был талантливым человеком. Господь особо благословил его. Господь пребывал всегда с ним. Этого человека, о котором я хотел бы с вами поразмышлять, зовут Иосиф. Иосиф. И Иосиф был любимым сыном Иакова. Любимым сыном Иакова. Мы все знаем о том, что у Иакова, патриарха, было 12 сыновей. И он всех своих сыновей любил. Но именно Иосиф был сыном, который выделялся среди других сыновей. Мать любила его, отец любил его. Они, конечно же, избаловали в определенный момент Иосифа. Но самое главное, что было в жизни Иосифа, это то, что они особо воспитывали его тем, что они открывали истины Божьи для Иосифа. Иосифа Господь особо избрал тем, что он в будущем должен был стать пророком Божьим. Давайте мы вспомним с вами о том, какие он сны видел. Господь начал посылать ему сны. Господь его избрал своим пророком. Одним из даров, которым наделил Господь Иосифа, было, что он видел сны и толковал сны, которые Господь ему посылал. И если мы вспомним с вами те опыты, которые он имел, те сны, которые он растолковал и объяснил, когда он был в темнице, когда рассказали ему веночерпия и хлебодар своей сны, он растолковал. Господь наделил этим даром его. И когда великий фараон рассказал сны, которые он видел, семь лет изобилия и семь лет голода, Иосиф растолковал. Господь даровал этот дар толкования сынов. Об Иосифе можем много сказать. Также очень важный момент. Иосиф, когда оказался в этой стране, когда он был продан своими братьями, отвержен своими братьями, и когда он оказался в Египте один, он оставался верным к Господу. Он продолжал молиться. Он продолжал соблюдать Божьи заповеди. Он оставался в тесных отношениях с Господом. Он вспоминал отца. Он вспоминал мать. Он вспоминал те истины, которые Господь его надевил. Он постоянно молился. Этот молодой человек, он был наделен талантами, дарами. Давайте мы перечислим те таланты, дары, которыми Иосифа Господь наделил. Об одном из них мы с вами сказали. Он имел дар толковать сны. Какие таланты и дары мы можем сказать? Можем ли мы сказать, что он имел талант управляющего? Господь особо наделил его. Он наделен был этим талантом, управляющим в доме Патифара. А в будущем, когда Господь его подставил, поставил управляющим над всем Египтом, он был после фараона. Фараон был больше его. Он был после фараона. Это способность управлять, способность быть руководителем. Это особый талант, который Господь его наделил. Какими еще талантами Иосиф был наделен, дорогие друзья? Я думаю, что одним из еще важных талантов, которым Иосиф был наделен, я думаю, вы догадались, это способность общаться с людьми, способность организовывать работу, способность, способность вместе работать. Это очень важная способность. Способность организовать работу, способность общаться, способность убеждать, дар убеждения. И вот посмотрите, обратите внимание, когда наступило время, во времена Иосифа, когда Господь его избрал быть управляющим, когда был он ответственным над тем, чтобы организовать сбор урожая, организовать все эти сборы, где собирались на амбарах, в складах, на амбарах собиралась пшеница, все эти запасы. Господь особо наделил Иосиф этой способности, все это организовывать, организовывать команды, организовывать, чтобы все это хранилось. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Господь избрал Иосифа на это дело, «И через фараона Господь сказал, лучше Иосифа не может быть никто». Для того, чтобы развивать, дорогие друзья, таланты руководителя, таланты организатора, эти дары, дары, дар убеждения, нужно молиться больше, нужно просить у Господа руководство, нужно, чтобы Господь, который наделяет этими дарами свыше, сам благословлял нас. И мы видим с вами, дорогие друзья, семь лет изобилия, семь лет изобилия, эти сны фараона сбылись, и во время семь лет изобилия Иосиф организовывает так, что собирается за семь лет запасы, которые хватили еще во времена семь лет голода. И когда наступает семь лет голода, во времена голода, все правильно распределяется Иосифом, правильно распределяется. И во главе всего этого распределения пищи и хлеба стоит Иосиф, наделенный особым организаторским талантами. И Бог особо благословляет его мудростью. И в это время мы видим, как приходят Саханаана, его братья, чтобы взять хлеба, получить хлеб и отнести этот хлеб домой, к себе, к отцу, к своим семьям. И происходит встреча его с братьями. И мы видим в этой истории, в истории Иосифа. Иосиф не умер, не пропал. Иосиф не оказался где-то, а Иосифа Господь особо избирает управляющим над всем Египтом. Бог особо благословил. Иосиф развивал эти свои таланты, но он доверял Богу. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, за то, что Иосиф был верен Богу, развивал эти таланты, и он был верен в доме Патифара, и он был верен, когда доверили ему быть управляющим над всем Египтом, когда ему доверили, он доверие свое оправдал. Он не подвел ни Бога, ни людей, которые доверяли ему. Сегодня, братья и сестры, дорогие друзья, сегодня Бог нам многое доверяет. Он доверяет нам сегодня семьи, детей, доверяет нам церкви, доверяет нам служение, доверяет нам средства, наделяет нас дарами, наделяет нас жильем, наделяет нас средствами, вами, машиной, наделяет нас многими возможностями, талантами. И Он хочет, чтобы мы, подобно Иосифу, оставались верными и служили. И Господь во сто крат нас благословит. Можно сказать и о других людях, которые имели способности, таланты, которыми они служили. Можем вспомнить также Даниила, который был в Вавилонском дворе, тоже имел дары и таланты. Можем сказать об Аврааме, который имел талант и способности, дары как руководителя, дар убеждения, дар молитвы. И они оставались верными Господу и развивали все это, и не закапывали. Сегодня, знаете, хочется иногда отпустить руки, сказать, все, хватит. Мне надоело, я так устал быть руководителем, быть учителем субботней школы, быть диаконом, быть пресвитером, быть пастором. Я так устал. И хочется взять, закопать это временно и отдохнуть. Дорогие друзья, это будет ошибкой. Самое лучшее – совершать служение с Господом. Продолжать молиться усерднее. Продолжать усерднее молиться и совершать служение. Продолжать читать. продолжать бодрствовать. Так делали и Иосиф, и Даниил, и Моисей, и Ной. Развивали свои таланты и служили. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, я также хочу вас призвать. Не за горами пришествия Иисуса Христа. Скоро грядет Иисус Христос. Он хотел бы, чтобы мы были готовы к Его пришествию. И также славили Господа. И теми дарами, которым Он нас наделяет, и талантами мы служили Церкви для созидания Его Церкви. Пусть Господь нас благословит. А Ему честь и хвала. Аминь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, обратимся к Господу, чтобы Господь нас благословил. Помолимся. Господь наш и Бог наш, Творец, Создатель, славим, благодарим Тебя. Благослови, Господь, нас. Благослови Церковь нашу. Благослови. Надели нас дарами, талантами, чтобы мы совершали служение во славу Тебе. И дай нам увидеть таланты, дары, которыми Ты наделяешь нас, чтобы мы во славу Тебе служили. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова